Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы дополнительно размещаем аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, мы продолжаем активно следить за тем, что происходит с долларом. Можно сказать, что эта неделя очень неплохо открылась и началась для тех, кто делает ставку на слабости американского валютного инструмента. Я надеюсь, что вы прислушались к моим прежним рекомендациям и вместе со мной сейчас видите потенциал для дальнейшего развития медвежьей динамики, в том числе с целью ухода индекса доллара к психологической круглой планке 100 пунктов ровно. Фундаментальный фон для этого более чем располагающий. Но интересно проанализировать вчерашнюю торговую сессию, которая показала нам, что значит смена рыночных настроений, когда трейдеры начинают фокусироваться и зацикливаться на конкретных фундаментальных событиях. Вчера после того, как рынок нефти открыл неделю серьезным гэпом, фактически улетел к космическим уровням, следом стал активно расти и доллар. Тоже открытие с гэпом и максимум составило 102.74. Однако инициатива довольно быстро пришла к продавцам, которые уже с европейской сессии начали активно топить американскую валюту, вернули ее ниже уровня 102 пункта и текущие котировки 101.88. Я почти уверен, друзья, то что вот эти распродажи, разворот, переход инициативы, это уже смена текущего тренда и потенциальный поход индекса доллара к психологической планке в 100 пунктов. Почему же все-таки индекс доллара отреагировал ростом на то решение, которое было принято странами ОПЕК+, касательно уровня нефтедобычи? Если вы следите за моим аналитическим контентом, вы наверняка знаете, что все идеи, которые я транслирую касательно фундаментального фона, они завязаны на том, как ключевые центральные банки мира противостоят инфляции. То есть, что они делают, когда индекс потребительских цен представляет угрозу для экономики? Ответ простой тоже. Они манипулируют процентными ставками, они их повышают тогда, когда нужно сбить инфляцию и, соответственно, начинают смягчать экономическую политику, тогда как инфляция ниже целевого ориентира. В течение длительного периода времени, период больше, чем год, мы видели, как центральные банки боролись с инфляцией, повышая процентную ставку. Вроде бы как были результаты хорошие, то есть, которые доказывали эффективность их усилий, потому что инфляция, ну как ни крути, она уже не на таких исторических максимумах, как была некоторое время назад. По отдельным регионам продолжает снижаться, тенденция нисходящая и где-то там вот внизу маячит уже целевые ориентиры в районе двух процентов. Но когда вчера страна ОПЕК плюс согласовали дополнительное сокращение объема нефтедобычи, стало ясно, что инфляция, которая ранее пошла на спад, сейчас фактически получит буст для роста, потому что высокие цены на нефть это, соответственно, высокие цены на нефтепродукты. Высокие цены на нефтепродукты это издержки для промышленников, которые производят товары и услуги. И эти издержки, конечно же, в конечном счете будут перекладываться на плечи потребителей в виде более высоких ценников. Рост цен это один из признаков инфляционного давления, усиливающегося инфляционного давления. Поэтому вчера, когда был сокращен объем нефтедобычи, все тут же решили, что инфляция выйдет к новым историческим максимумам, и, конечно же, Федрезерву в том числе тоже придется снова забыть о стабильности банковского сектора и начать активно повышать процентную ставку или вернуться к траектории прежнего ужесточения монетарной политики, что автоматически потянет за собой рост доллара, поскольку рост доллара будет опираться на рост доходности американских облигаций. Но эта идея продержалась на рынке недолго, потому что вы видели, что доллар все-таки перешел к снижению. Это может быть связано с тем, что трейдеры осознали, что на то, чтобы рост цен на нефть нашел свое отражение в инфляции, потребуется много времени. Это временной гэп, который, в принципе, может занять от двух до четырех месяцев. И прежде чем это произойдет, рано еще покупать доллар в расчете на то, что когда-то там вырастет инфляция, и когда-то там американский регулятор примет для себя решение, что первоочередной задачей для него все же остается поддержание стабильности цен. Куда более верное сейчас тактическое решение, это сфокусироваться на заседании, которое состоится через несколько недель. Ну, оно пройдет в первых числах мая, но относительно скоро, скажем так. И это заседание уже будет опираться на данные по инфляции, которые еще не найдут в себе отражения высоких цен на энергоносители. Поэтому сейчас трейдерам лучше сфокусироваться все же на стабильности банковского сектора, который может быть стабильным в случае отсутствия каких-либо решений от американского регулятора по изменению ключевой процентной ставки. И как раз вот эта позиция и стала причиной появления якоря для доллара, который полетел вниз и, собственно, сейчас торгуется с понижением. Очень понравилась формулировка, то, что страны ОПЕК плюс бросили спасательный круг доллару. Но, к сожалению, доллар все равно потонул. Может быть, трейдеры также обратили внимание на слабую статистику. Личные доходы, личные расходы, мичиганские индексы от отчета, которые тянутся с конца прошлой недели, они все разочаровали. Вчера на повестке был очень важный отчет АСМ производственного сектора, очень объективная статистика и хороший индикатор состояния экономики в целом. Тоже серьезный спад со 47,7 до 46,3. Поэтому, если разочаруют на этой неделе и данные АСМ в сфере услуг, и потом еще пятничные нонфармперлс, то, конечно же, доллару придется не сладко, и мы увидим новый локальный минимум. Потому что слабая статистика докажет то, что американскому регулятору, ну, не следует на текущем этапе возвращаться к идее дальнейшего роста процентной ставки. Золото, друзья, 1980. Как мы ожидали, рост был неизбежен, он и, в принципе, последовал. Мощная, восходящая динамика в рамках одной торговой сессии – это еще не предел. У нас куча индикаторов, сигнализирующих о том, что рост продолжится. Это и последний отчет Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, когда растет спекулятивный интерес к золоту – это наш рыночный сантимент индекса настроений. 70% трейдеров сейчас в шортах. Я допускаю, что тест 2000 долларов за тройскую консульту может произойти даже в рамках текущей торговой сессии. Ну, конечно же, учитывая все-таки юбилейность этой цифры, нужен какой-то стоящий фундаментальный триггер. Поэтому, если ориентироваться на триггер, то, наверное, 2000 мы можем увидеть, но только после выхода данных по Non-Farm Pearls. Но я очень часто визуализирую и все же рассчитываю на то, что отработка идей с учетом такого фундаментального бэкграунда произойдет раньше. Поэтому, если вы солидарны со мной, согласны, присоединяйтесь к длинным позициям по инструментам рынка драгоценных металлов. Европейская валюта 1,0887, еще чуть-чуть и будет 1,09, потом 1,10. Наши целевые ориентиры. В отличие от очень плохой статистики по США, европейская статистика не разочаровывает. Вчерашние индексы производственной активности Германии и Еврозоны, я думаю, что по цифрам пробегаться непосредственно не будем. Кому интересно, посмотрите в экономическом календаре. Но показатели хорошие и дают еще больше, наверное, уверенности Европейскому центральному банку в том, что ситуация в Европе не такая, как в США. Поэтому ЕЦБ может быть смелее и, опять же, уходим с вами на потенциальные действия европейского регулятора касательно процентной ставки. Это повышение ее на, возможно, 50 базисных пунктов. Ситуация с британской валютой точно такая же. 1,2403 текущей котировки меньше 100 пунктов до нашей цели 1,25. Хотя вчера вышел слабый отчет по индексу производственного сектора 47,9-49,3. Но на один релиз полагаться не будем. Тем более, что эта статистика не особо сейчас важна, потому что мы с вами покупали фунт из-за беспрецедентной инфляции, которая продолжает расти. И с учетом того, как скакнули в последнее время, в последние месяцы цены на продовольственные товары, я думаю, что инфляция выйдет на новые локальные максимумы, что потребует более активных действий от британского регулятора. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Продолжение следует...